Вот такие мобильные ФАПы, оснащенные по самым современным медицинским стандартам, приезжают в деревни и села Самарской области. Они закуплены в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В них могут провести прием пациентов, диагностику, а сейчас они помогают сделать прививки от коронавируса жителям, живущим в отдаленных уголках региона, которым трудно добраться до районной больницы. Мы выезжаем на мобильных ФАПах по населенным пунктам, которые закреплены за нашим врачебным участком. Это Репьевка, Чернигово, Садгород. Выезжаем на предприятие, птицефабрика, раменский кондитерский комбинат, оповещаем людей и работаем. Житель села Александр Ермолаев рассказывает, коронавирусом не болел, но видел, как мучаются другие. Говорит, хочет оставаться в строю, поэтому возможностью привиться с радостью воспользовался. Главное, меня очень устраивает, что создали вот такой передвижной комплекс автобусов. Очень для нас хорошо. Нормально все. Но я привел. Если укола не для здоровья, как нам может быть. Жамал, сын Нармуканова, пришла сделать второй компонент вакцины. От ковида едва не умерла ее подруга. Три месяца она провела на больничном, после еще два ушло на восстановление. Я работаю медсестрой, но я знаю, что как тяжело протекает болезнь, и я не хотела бы сама заболеть. Я каждый раз прививаюсь от гриппа простого. Осенью я прививки сделала. И сейчас от ковида. Прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, консультирует. Особенно важно привиться людям, находящимся в группе риска, тем, кто старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. А после прививки нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Шаре, События.